Здравствуйте, сегодня немножко как бы выбивается из общего курса, который был до сих пор, и сегодняшняя лекция, занятие священо достижениям антропогенеза за 2014 год. На самом деле довольно трудно вычинить какие-то супер-важные события, потому что их было много, но тем не менее я их постарался расположить не в том порядке, как это было в году, друг за другом, как открытия шли, а в хронологическом порядке, как это все шло в антропогенезе, то есть с древнейших времен до наших дней. И, собственно, картинка происходит же такая. В павелокальматологии было не слишком много, на самом деле, этих открытий и откровений, но одно из самых таких великих достижений – описание таза сивопитека. Сивопитеки – это человекообразные обезьяны, жившие в Южной Азии, то есть в Пакистане в большей части их нашли, и где-то годов до 60-х они рассматривались как такая хорошая альтернатива эволюционная африканским предкам, тем более, что в Индии и Пакистане было найдено много, в Африке находок было очень мало, и до 90-х годов, на самом деле, в учебниках, по крайней мере, дискутировался вопрос об азиатской или африканской природнике человека, то есть из каких обезьянских дел возникло, в смысле, люди возникли из африканских или азиатских, и сивопитеки стояли на таких хороших позициях. Потом вроде бы разобрались, что сивопитеки родственнее все-таки арбутатом, а человек родственнее шампанзам и горилам, и сивопитекам интерес немножко как бы подостыл, но находка, тем не менее, продолжается, и находка таза, это такое большое, на самом деле, достижение, потому что до сих пор они были описаны фактически только по челюстям и зубам, что для примата вообще характерно, в принципе, подавляющее большинство примата так описано, были, на самом деле, кости конечностей, вот сивопитека, плечевые кости, еще какие-то обломки, но таза до сих пор не было, а таз – это замечательная штука, потому что он, ясно дело, отражает положение тела, и вот этот обломок, хотя вроде не такой же прямо сивопитерительный, позволил установить, что сивопитеки были, ну то, что чадароноги, в общем, никто особо и не сомневался, но были медленные и очень небыстро передвигавшиеся приматы, то есть, на самом деле, они заметно отличаются от того, как ныне передвигаются, скажем, шампанзе и рангутаны, но рангутаны тоже не шибко скоростные, то есть они ползают довольно спеша, но сивопитеки в среднем были меньше, на самом деле, чем рангутаны, и предполагалось, что, может быть, они были какие-нибудь брахиаторы, раскачивались, там, прыгали по ветвям, нет, они не раскачивались и не прыгали, они довольно спешато ходили по веткам, преимущественно по горизонтальным веткам, и в наибольшей степени их передвижение похоже на некоторых современных широконосых обезьян, типа пуцинов, живущих в Южной Америке, которые не очень много прыгают, не очень много скачивают, брахиаторы вообще не занимаются, и это довольно основательное такое открытие, потому что, ну, в принципе, это было, предполагалось уже по плечевым костям, которые раньше были глядены, но по тазу это стало окончательно ясно, и это показывает, что брахиация с большой вероятностью возникла несколько раз независимо уже внутри человекообразных обезьян, потому что до сих пор оказалось, что вот когда-то там, в заре человекообразных, возникли брахиаторы, потом, может быть, некоторые способные брахиаторы, которые только с помощью рук не двигаются, потом некоторые из них эти способности развили до предела, типа гибонов и те же самые хородутанов, какие-то бы теряли в отличительной степени, типа человека, какие-то, что такое, среднее оставили, типа, чтобы подзагорело, но нет, получается, что они были четвероногие без особых брахиатовых способностей, а учитывая данные, еще раньше полученные по проконсумам в Африке, там картинка такая же примерно получается, там чуть больше татировки в Африке, там не 12, а 20 миллионов, там 15 примерно миллионов, и проконсумам, предки африканских человекообразных, тоже оказываются такие же неторопливые, четвероногие, ходящие с опорой на водой существа. И получается, что азиатские и африканские человекообразные обезьяны шли параллельно, независимо друг от друга, и, как ни странно, пришли примерно к тому и тому же. Что замечательно, поскольку это говорит, что в Азии из вот этих человекообразных могли возникнуть и аналоги более продвинутых, иноземных в том числе, и что-то вроде человек в том числе. Но не повезло, они там не возникли, ну, им не повезло, а нам повезло, потому что возникли мы. И теперь мы и есть. Так что находка такая, вроде бы, не самая идеальная и напрямую к человеку не относящаяся, но лишний раз показывающая возможность конвергенции, параллельные вырезы. По австралопитекам и хабилисам как-то великих открытий в 2014 случае-то не было, так что этот пласт не выпадает в значительной степени. Ну, были, на самом деле, описание отдельных зубов из Африки и переписание там анамских австралопитеков, немножко по афарским австралопитекам, но ничего принципиально нового там не было, то есть просто новый материал. А гораздо более существенное открытие — это открытие следов в Паппесбурге в Англии. С датировками примерно под миллион лет. На самом деле, датировка довольно распутчатая, потому что следы оставлены на грязи на берегу моря, где прошло остальное количество людей, нашлёпывали они там следов, и как-то вот так повезло, что эти следы засохли и более-менее, в общем, сохранились. Но на общей картине довольно трудно понять, где там эти следы. Один выделенный квадратикам, и, в принципе, если так его назад посмотреть, там второе отвержение тоже нет. Их там довольно много таких следов, несколько человек, и, в принципе, информации из самих следов изъять довольно-таки мало можно. Ну, понятно, что были люди, некого среднего роста и, в принципе, и всё. Но замечательно само место и время, потому что до сих пор люди с такими, или похожими, например, датировками обнаруживались только в Средиземноморье, то есть гораздо южнее, намного километров на юг, где было намного теплее. То есть, по-моему, считалось, что вплоть до появления хозьих гидербергейцев, а то и даже и неандертальцев, люди в умеренном климате жить не могли. То есть, дескать, они заселяли только области тропическим и, может быть, в общем случае, субтропическим климатом. Идербергейцы, которые были с полумиллиона лет, на самом деле, то есть позже, чем эти, они заселили области с таким более-менее умеренным климатом, а с таким уже хорошо холодным – это уже только неандертальцы. А Англия была не самое южное место. То есть, понятно, что тогда климат было всё-таки теплее нынешнего, а сейчас в Англии тоже, не сказать, что прямо морозы стоят, но, тем не менее, всё равно это умеренный климат. И получается, что уже порядка миллиона лет назад, а это самые первые, по сути дела, люди вообще в Европе, это было один из самых первых. Потому что ещё древнее есть только двороковые находки в Симотолосуэсос, ой, в Симотолелефанте в Испании, где, собственно, три запчасти найдено, кусочек, двородка, один суп изолированный и одну луну, а фаланку нашли туда. Но там датировка 1,3 десятка, 1,3 десятка. Сейчас очень шико древнили, но, в принципе, с учётом погрешности это примерно то же самое время получается. Ну вот. И то было Испания. То есть АТОПУЭРку вот эти модели в банке для Испании, и она из общей концепции никак не выделялась. То есть вот они вышли из Африки, из субтропической области заселили, и с такими же стоящими датировками, тоже миллион двести тысяч, миллион триста, может быть чуть побольше, обнаруживаются в Южном Китае, обнаруживаются на Яве, ну а в Уфтелюбидии в Израиле, там один суп на этом, собственно, и орудия где-нибудь в Индии, тоже что, в Пакистане, с такими же датировками. То есть это всё южные такие области. А вот это вот резко-резко выделяется. И более того, это Англия. Англия, вообще, это остров на самом деле. Так что здесь есть, понятно, два варианта. Ну, один менее вероятный, что они добрались по воде. Ну, в это мало кто верит, понятное дело. С большей вероятностью они дошли туда по суше в тот момент, когда Англия соединялась по территорию. Но это, на самом деле, даже более интересно всё рисует, потому что понижение уровня океана должно было совершаться в период похолодания. Потому что понижение уровня океана – это олезнение, значит, когда масса воды уходила в олезники, и плевот, по идее, становился холоднее. Таких этапов похолодания и потепления было много, и, видимо, на какой-то из них пришлось вот это вот заселение. Может быть, более ранние, чем, собственно, эти самые следы. То есть это, может быть, не самые первые товарищи, а уже какое-то время там пожившие потомки, то есть первых силенцев. И это ещё больше усиливает их адаптационные возможности. Как они там выживали – ничего не понятно совершенно, потому что кроме цветов, строго говоря, ничего нет. Орудий такого времени в Англии, строго говоря, не найдено. То есть есть одно и количество каких-то там булыжников, эолитов так называемых, у которых очень невнятные литеровки и нефакшены вообще орудия. И их мало кто верит. Но, тем не менее, следы следами – они есть. Вот, и кто-то там был. Ну, с большой вероятностью, на самом деле, эта группа исчезла в последующем, потому что более поздние следы вообще людей важные, обнаружат сценировками, там, 400 тысяч лет, это и меньше. То есть есть зазор несколько сотен тысяч лет, где вообще никаких остатков. Но, с другой стороны, и для такой древности тоже раньше не было. То есть, может быть, просто их было слишком мало, или просто мало искали, или там искали. Или, как обычно бывает для прибрежных районов, гениальная такая отмазка, что они жили, где-то на берегу, а потом уровень поднялся и все затопили. Может быть, и так. Кто же его знает. Может быть, нам повезло, что эти жили как раз примерно в тот самый момент, когда уровень был примерно такой же, как сейчас. Вот где-то они на берегу пошлепнули, например. Но, опять же, если это действительно был берег, хотя это тоже, кстати, не 100% гарантия. Но, если это был берег, и если они туда пришли по суше, то пришли они сильно раньше. Потому что, если это был берег такой же, как сейчас, значит, отделялось от река пролив. То есть, тут есть несколько, на самом деле, вариантов интерпретации. Можно поворачивать так, можно сяк. Пока у нас есть только эти следы. Но, по крайней мере, теперь у нас география расселения первого холма за пределами Африки, она капитально расширилась на север. Ну, в Англии никто, на самом деле, не ожидал этих находок. Значит. Еще более, на самом деле, экзотичная находка на яме. Находка, на самом деле, не очень новая, мягко говоря, потому что у меня как бы антропогенез 2014, а это находка еще 1800, там, какого-то года, когда Жень Дюбуа в поисках обезьянного человека облазил на все, что можно. И вот в 3 миле он собирал большую коллекцию сенческих расфасов, огромную холмистическую коллекцию, нашел, собственно, пятикампрома как такового, то есть черепную крышку, бедренную, поиск опору зубов, и, на самом деле, собрал коллекцию и раковин, в том числе. И вот эти все 100 с лишним лет эти раковины обычно лежали где-то в хранилище, и никто на них особо внимания не обращал. Но, на самом деле, зря, потому что, когда на них стали обращать более физическое внимание, обнаружилось очень интересных вещей. И вот эта раковина, это, конечно, самый конфиоз, но не единственная важная вещь, потому что, не говоря даже об этой, для начала обнаружилось, что эти самые пятикантропы моложе, чем до сих пор предполагалось, потому что до сих пор датировки пятикантропов, и, конкретно, дремельского пятикантропа, давали примерно 800 тысяч лет, там плюс-минус, кто-то им про билен говорил, правда, в это мало кто верил, кто-то там чуть поменьше, 500 тысяч лет, здесь все это дело передатировали, и получилось от 430 до 540, то есть, ну, как минимум, на 300 тысяч лет моложе, чем считалось до сих пор, что, в общем, довольно стратегно загадочно. И, как бы, вообще, по-хорошему, это все надо проверять, потому что вот эти датировки 800 тысяч лет, они тоже из помолка взялись, понятное дело, их проверяли неоднократно, и каждый раз они подтверждают. Но техника определения возраста, она по-своему прогрессирует, и как-то все так привыкли, что фон Шейнг и методик все только удревняется, 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 на самом деле не совсем так, и не обязательно так, оно может омолаживаться тоже в некоторых случаях, и здесь как раз тот самый случай. Это, по-своему, весьма замечательно, потому что, если цифры не подтвердятся, то картинка эволюции аркантропов на Яве, она немножко как бы запутаннее получается, что до сих пор все вырисовывало очень красиво и строго, замечательно, то есть были совсем древучие сангеранские методикантропы, такие очень пассивные, тяжелые, типа там сангеран-18 с огромными надпровями, из датировки, там, в миллион лет, ну, там, самое древнее, достоверное, это миллион 300 тысяч лет, может быть, еще и больше. Ну, вот, недавно передатировали, там, даже миллионы 600, вроде получилось, но, правда, это не ошибка стоит. Вот, но миллион 200, может быть, чуть побольше, даже вполне может быть. Вот, соответственно, в чуть более позднее время, 800 тысяч лет, вырисовывали стримильские, как раз, в Тепанском, вот эти самые образцы показательные, но он такой поменьше по размеру, вот, а потом с датировками, примерно, 400 тысяч лет, сангеранчан, четыре четвертые коробки, и потом порядка 100-200 тысяч лет, люди из Натонга, соло, наверное, которые такие шибко специализированные, очень какие-то экзотические, и явно результат длительной такой местной эволюции. Вот, то есть, получалось все строго по времени и по специализации тоже все строго выкладывалось. Самые древние, самые массивные, потом какие-то более-менее средние, потом все более-более специализированные. Ну, потом они умирают. А теперь получается, что, если три миль по датировкам уже приближается к этому самому сундукому мальчану, то, как бы, может быть, была не одна линия, на самом деле, на яме, что тоже может быть, потому что явный остров довольно большой, и для асенантра, для этих пятикантраков, места там хватало вполне, чтобы было там парочка подвидов, потому что на островах с кошей рядом возникают и виды, и подвиды обезьян. Ну, взять, допустим, тот же самый с Уладиси, один единственный остров, там целая куча видов макар, и прекрасно на одном острове живут. Ну, вот, а что, почему бы и с пятикантрами такому не быть? Либо надо как-то очень внимательно пересматривать морфологию, потому что, ну, от пятикантров этого тримильского не шибко много, прямо скажем, чего осталось, то есть там одна чередная крышка, и основания макар в чрезвычайном вообще не имеет. Ну, вот. Но, вот, дозировка теперь новая. Теперь дело снова с дозировщиками, еще раз в десять раз предатируют, ну, глядишь там, цифика устаканится. Значит, собственно, посмотрим ракушку. Опять же, еще не про эту ракушку, выяснилось, что эти самые пятикантропы использовали моллюсков в пищу, причем находки, есть даже морских раковин, но найденные они не на берегу моря, строго говоря, а на этой самой реке, значит, в отдалении от моря, значит, они таскали эти раковины назад-вперед. И самое интересное, как они их скрывали, потому что, ну, по стандарту представляется, что если кто-то хочет съесть ракушку, он берет ракушку, кладет на другую лыжку, другим сверху шарашит, значит, что получается, разговаривать и скидать. Ну, и в принципе, современные люди примерно так обычно и делают. На самом деле, выяснилось, что пятикантропы были гораздо более аккуратны, они, судя по всему, пользовались акульими зубами, которые там же, собственно, найдены, и акульи зубы, опять же, морские, то есть они откуда-то с берега моря тащили эту зубовку, вот, и в раковине, в месте, где у манюска замок, то есть мышцы сжимающие двустворки, они аккуратненько ковыряли маленькую дырочку, вот, такую прям, совсем небольшую, очень аккуратненькую, дыряли раковину, моллюск раскрывался, они его ели. И поэтому ракушки, оказывается, практически цельны, но с такой маленькой, аккуратненькой дырочкой. В принципе, практически так же скрывают двустворчатых моллюсков хищные брюхоногие моллюски, какие-нибудь парапады, то, что в Чёрном море там ужасное нашествие, которые тоже садятся поверх двустворки и просвергивают раков, аккуратненько ковырочку насквозь. Ну, вот, педикантерку изобрели по-своему, и сделали это, в общем, технологичнее, чем современные люди, человек их совершенно никогда не ожидал. Ну, и вообще, использование акульевого зуба для скрывания раковин, ну, что-то такое сильно экзотичное, и до сих пор, насколько мне известно, использование акульевых зубов в археологии, как орудия, вообще нигде, по-моему, не зафиксировано. Ну, разве что там в Полинезии, какой-то совсем поздний XVIII века, когда они делали какие-то мечи с акульевыми зубами, да, уже совсем другой степень. Ну, вот. Кроме этого, еще одна раковина, которая, опять же, не эта раковина, обнаружилась, что это, по сути, дело орудия. То есть раковина со следами изнашивания края, то есть чего-то они это раковиной делали, непонятно, строго говоря, что, ну, что-то затесывали, может, какие-то шкуры обдирали, может, как-нибудь деревяшку скрепли, стругали чего-то, ну, что-то такое. Поскольку до сих пор внимание тросологов, то есть тех, кто изучает следы повреждений на орудия, более сконцентрированы на орудиях из кости, из камня, то раковину в этом плане практически никто и не изучал. Потому что, ну, орудия из раковины вообще довольно экзотическая штука, имеющаяся где-то там на геонических островах, где древней стильной археологии, в общем-то, обычной и нет. ну, а если это какое-нибудь там тесло полинезийца, то у него и так все известно, что там тросологию изучать. Можно и спросить, в современной жизни и так расскажут. вот, вот. И, поэтому, может быть, сейчас кто-нибудь, какой-нибудь там, Дэвико, который вот самый мегаспециалист по этим делам, озаботится этой тросологией раковин, и мы узнаем, чего они там тесали этим теслом из раковины, и, может быть, более внимательно станут вообще обращать внимание на эти самые раковины. Потому что, очень повезло, что Дюбла вообще сто с лишним штук собрал, и в коллекцию положил. А обычно, на самом деле, их просто никто не встречает, и особо и, ну так, для фауны берут, чтобы, в принципе, какие виды были. А то, что там могут быть какие-то следы деятельности человеческой, по-моему, особо и в голову что-то не приходило. То есть, имелось в виду, что если они их видели, то просто повольнее едят. Вот. Ну и, самое суперлегное достижение археологии в том смысле, это вот эти вот царапулечки на раковине в виде такого зигзагообразного рисунка. Ну, как всегда бывает, на картинке прорисовки оно даже меньше впечатляет, чем на оригинале, а на оригинале как-то более эффектно, потому что еще накладывается рельеф естественной раковины, который тоже в зале на самом деле виден. И, по большому счету, это набор таких вот зубчиков для крестиков, трудно понять, ну, вообще как бы зубчиков, но с естественным рельефом крестики получается. И это самое древнее свидетельство искусства, которое, в принципе, в данный момент вместо. То есть, до сих пор аналогичные штуки были о том, из какого-то вековка, с датировками 400 тысяч лет, 300, 200 тысяч лет, но не 430-540. То есть, такого не было еще вообще. Ну, единственная находка более древняя, это галька из благофонсгата, красная такая, в видеорожица человека, но она не сделана руками человека. То есть, это был порт, просто булыжник, который похож на лицом, которое принесли за 32 километра в Африке, ну, потому что вот он похож на рожицу. Ну, а там, руки этому делу никто не приложил, просто перенесли смысл на место. А здесь не очень понятно, чем, скорее всего, тем же анкульным зубом, ну, надо бы думать, что там сильно разнообразили, да, ну, ну, понятно, что это царапульки не функциональны, не с каким-то глубоким умыслом сделаны, не технологичны, то есть, не чтобы берёвку привязать, не знаю, разговаривать о дураках, они другого делали, вот, а это именно, что искусство в самом чистом виде, в общем, на есть, как говорю, шок, душа радовалась. И замечательно, что то, что известно, как древнейшее искусство садьменцев, то есть, бломба скейва, с дозировкой там, порядка 80 тысяч лет, оно, принципиально, от вот этого не отличается, вообще-то, никак особо. То есть, там чуть больше этих царапулек, но тоже, в общем-то, такие же крестики, но только ещё сверху снизу подчёркнутые. Вот вся разница. И до сих пор вот эти царапины из бомбы скейва на куски охры преподносились как такое супер-мега-великое достижение от сапиенсов, что вот они переплюнули всех мандертальцев, денисовцев там, вообще ничего неизвестно, и вообще всех полумнож. Оказывается, там, 80 тысяч лет, 10, полмиллиона, пятикантропов произошли немного раньше. И тем более, от пятикантропов вообще никто этого не ожидал, ничего похожего в принципе, потому что культура пятикантропов до сих пор была почти нулевой. То есть само Тремиле не найдено вообще никаких орудий. Ну, до этих раков, собственно, не было. И это была даже великая загадка, потому что вроде как лазги у них были более-менее приличные, и в других местах с такими же бессировками всегда есть каменные орудия, и было непонятно, как же так. В других частях, я бы, правда, была найдена поджитанская культура с здоровыми такими булыбниками, но, в большей части, довольно корявыми, галичными, хотя несколько и рубил настоящий, он тоже, в общем, уголовник. Это по-разному объяснелось, но одно из ведущих объяснений, таких самых главных, что, дескать, у пятикантропов наяве была так называемая болтуковая культура, потому что если вокруг растет куча болбука, а он там растет по факту, то зачем, собственно, колоть камни, напрягаться, потому что из болбука можно сделать что угодно, потому что его можно колоть вдоль, поперек, делать ножи, дома, копья, ну и не сильно при этом напрягаться на самом деле, а сколы у него острые, то есть можно резать с этим бамбуком, стругать, протыкать кого-нибудь, все что угодно. и вот эта концепция бамбуковой культуры, она с одной стороны очень такая красивая, наглядная, все объясняет, тем более, что и прецеденты из истории есть, есть масса культур современных, и даже более-менее высоких, какие-нибудь там, батаки, книги вообще пишут на этом бамбуке, которые все делают из бамбуков, все что можно, а с другой стороны, она практически не доказуема, потому что, мы можем предполагать, что да, у них были бамбуковые орудия, а доказательств ни одного нет, как бы, ну вот, сгнил этот бамбук, были они, не были, мы можем гадать. Можно сказать, что нет, они были такие убокие, примитивные, все эти орудия не было, они сидели там, на этой яви, и, там, бананы рвали с деревьев, и ничего не занимались. Ну, как раз, является, все-таки что-то они делали, и причем переплюнули неожиданно весь мир. Ну, при том, что линия тескан-апофьява заведомо тупиковая, ну, как сейчас это понятно, то есть, для сверху 20-го века было неочевидно, но сейчас, все более-более ясно, что они, в общем, ни к чему не привели, то есть, они специализировались, и вот эти люди, это гандонгрэ, это такой апофеол-специализация, в которых масса особенностей височной кости, брови и так далее, которые показывают, что они все вымерли, и с концами исчезли. Ну, есть положение, что может быть, они превышались в состав австралийских аборигенов, но, скорее всего, это ерунда, потому что не получается бафологически. Ну, вот. Ну, и лишний раз показывает, что эволюция рафумов и культуры тоже могла идти независимо. Значит, близкая датировка, ну, только там, в сторону древнения, устаканиваясь для находок Сибонова Суэсес. Первоначально для Сибонова Суэсес в Испании датировки давались довольно-таки приличные. Ну, вначале они были между трехсот шестьюдестью пятью и семьста восьмидесяти тысячами лет, такая там, размал большой. Потом все это дело удременили до восьмисот, потом снизили до пятьсот с чем-то, шестьсот, шестьсот давали. Ну, и, наконец, в этом году окончательно устаканилось на четыреста тридцать тысяч лет, причем это кучей способом сделано было, потому что до сих пор вот это гуляние разброса этих дат было связано с тем, что это были преимущественно палеомагнитные даты, которые определены были по полярности нормальной или обратной в разных слоях. Потому что планеты периодически меняют всю полярность, плюс-минусы меняются, северный полюс и южный, то есть планеты так же остаются, а заряды меняются. И на слоях соответственно отражаются. И есть эпохи такой сухой полярности, и долгие фитры сравнены на разные слои, вот, в начале цифры для этих вложений всего этого СОС. А теперь было определено, были определены целая куча методов, каких-то очень хитрых, очень новых, которые я не принесу, как они называются, то есть не просто термолеписценция, а какая-то там еще сильно хитрая термолеписценция. И что приятно, они друг друга более-менее все эти цифры подтвердили. то есть когда сходится много методов, это всегда хорошо, это всегда приятно. Еще получится, когда в разных фабораториях нет. И особенно это замечательно, что эта циферка порядка 400 тысяч лет, это цифры, когда практически такие же получены в последнее время для Арагу, например, во Франции и во Фаводии, там примерно такая же, для Эпицинс-Лёбина, для Эвертиш-Сёлиша, передатирован недавно был Цепрано из Италии, который в начале 900 тысяч лет считался, по 800 тысяч лет считался, сейчас тоже 400 тысяч. То есть все цифры, они где-то сходятся. И что замечательно, к этому же времени входятся и древнейшие следы использования огня. Это само по себе любопытно, потому что получается, что возникает немаленький разрыв между датами предыдущими, которые порядка миллиона лет, и вот этими датами порядка 400, побольше тысяч лет в Европе. И ставят вопрос о том, что была ли вообще полная приемственность между первыми атакуэрцами, типа Симодель Элифанти, которые миллион 300 тысяч лет, и Симодель Элифанти, с которыми 430 тысяч лет. Правда, между ними втискивается еще Гран Долина, которая тоже атакуэркая, но другая пещера. А в Гран Долине тоже там 10 раз передатировали туда-обратно, а теперь получается где-то 800-900 тысяч лет эти цифры. Но, правда, эта цифра все-таки до сих пор влияет, потому что разные методы получаются не одно и то же. Это до сих пор вопрос находки сразу стоят. Но если брать большинство нахождений, то получается что либо порядка миллиона лет, либо порядка четырехсот и меньше. А что было между вот этим, ну там, может не велел, а 800 тысяч лет будет, 800 тысячи миллиметров это какая-то получается небольшая дырка. Где есть находки, на самом деле, не так надежно. Но их как-то очень немного на самом деле. Ворфологически вроде бы вот эти землигентисы они преемственны с Грандой Алиной, а Грандой Алиной много находок, и они всегда похожи. Но может быть как раз дело в том, что до времени порядка четырехсот тысяч лет у них не было огня. Соответственно жить им было нелегко, и численность соответственно была очень маленькая. Потому что эти данные по огню это не четырнадцатого года, это более ранние, но они сюда очень здорово вписываются на самом деле. То есть получается, что до широкомасштабного и всеместного использования огня люди периодически в Европе жили, ну и сколько это там может быть даже постоянно жило, но очень немного, и где-то они там по берегу, с на земном море взиможались. Ну кроме вот этого Хаписбурга, кто-то залез на север. А так как-то не шибко им там удавалось на север заходить. А как только появляется огонь, они распространяются по Испании, они есть уже во Франции, они есть в Германии, в Восточной Европе, на Кавказе, ну на Кавказе иду были, там тепло, слава богу, было, но тем не менее широко и надежно уже в Кринии. и, собственно, дальше они получаются неандертальцы. Ну и в 14-м же году прошедшем было описано целая куча черепов из этой самой Симона ВСС. Ну вот здесь на картинке представлены три самых целых черепа, и в том числе и детские, что замечательно, они тут не в баштане, на самом деле, изображены, ну по этим, по отчиму даже и в принципе. Но, тем не менее, это как-то три, а на самом деле их сейчас там огромное количество, и что приятно, некоторые фрагменты, которые раньше считались сами по себе, они сошлись с предыдущими черепами. там, собственно, главная проблема этого местоположения это избыток находа, как это вот такое чудо в памятном технологии, потому что обычно бывает какой-то там непонятный обголок, и долго там надо мне голову помачивать, значит. А здесь несколько тысяч фрагментов от двадцати там с лишним индивидов, ну сейчас там уже тридцать их найдены, которые разбиты на маленькие кусочки, большей части, ну и каждый из этих черепов, на самом деле, стоит в массу-массу маленьких обломков, которые перемешаны все на дне огромные каменные шафты, и теперь фоковые ну, собственно, теперь, это уже 30 суток лет, и друг другом соединяем. То есть это такой супер-мегапазл трехмерный причем, который еще все время новые фрагментики выкапываются, все новое и новое. А часть фрагментиков в принципе нет, потому что что-то и не сохранилось. И черепа постепенно склеиваются тем, что были склеены еще 10 лет назад добавляются новые кусочки, что приятно, как бы они все более полные, и там находится все новое и новое черепа, и даже вот такие замечательные целы. И что приятно, конца края не видать, потому что то, что сейчас там скопано, это еще ямы, далеко не все. и там где-то еще на дне ямы еще много всего вкусного лежит. Ну и понятно, что чем лучше всего интереснее, потому что она древнее, может быть накопаются и где-то слоев на миллионы лет и так далее, ну хоть с рейтой крайне. И приятно, что это более-менее считается популяцией, хотя, строго говоря, совсем одновременность этой группы не особо очевидна. Но это все более-менее один слой. И мы можем оценить, ну пусть это не синхронное, совсем в один год до всего умерли, но на протяжении сотен лет, тысяч лет, ну по крайней мере один бит, плюс-минус такая, но и то же, можем оценить возрастной размах, половой размах, просто индивидуальную изменчивость, и в том числе детский череп. Для гитлебрегитисов это, наверное, самый целый детский череп и все такие есть. Потому что детские черепа неандертальцев до сих пор известны были довольно хорошо, ну тот же Тёш-Этаж допустят, какие-то ковы есть, из Безмайской пещеры, в Куринале и так далее, а гитлебрегитисов как-то не хватало, откровенно. Был подросток из Град-Долины, которая древнее гораздо, но от него намного меньше чего осталось, т.е. от него кусок верхней челюсти, кусок лобной кости, но как-то так, не шибко представительно. от патикантропов один череп из баджакерта, черепная коробка даже, собственно, один череп, ну и дальше там уже от хабельцев с астралопитекс, но это уже другая история. А вот этот интервал аналогический с середины средних эстацет, он как-то выпадал в этом смысле, то есть детей почти не было. были фрагменты челюстей зубов в Эрлинг-Норфе, например, там что-то детей есть, но это какие-то кусочки как-то несерьезные. Ну, челюсти не очень интересные. А прям самый такой целый щель в таком еще не было, теперь есть. Вот. И замечательно, что на вот этих черепах, причем на вновь на этих особенностях красиво нарисовалась, имеется масса признаков сугубо таких неандертальцев. То есть они еще не совсем ярко выраженные неандертальские, но такие откровенно предки для неандертальцев. То есть в принципе до сих пор тоже никто в этом не сомневался, что и для предприятий неандертальцев, но все-таки довольно регулярно звучали голоса, что может быть в Европе одновременно существовали какие-то очень архаичные товарищи, которые, может быть, вообще вымерли, какие-то специализированные, которые стали неандертальцами, и какие-то такие прессапиенсы, как Вауан, например, их называл, ну типа Евгейба какого-нибудь или Санцкомба, которые, дескать, стали, или Фантишеладу еще лучше, которые якобы стали сапиенсами. И полицентристы, которые предполагают возникновение сапиенса в разных местах, они вот как раз к некоторым европейским находкам охотно обращаются. А здесь рельеф маленький, бровечек небольшой, адаптировка крупная, а у этого сыренный отросток побольше, а у этого зубы поменьше. И вот, дескать, вот эти предки сапиенсов, а эти предки неандертальцами, они параллельно существуют. А здесь у нас вроде бы одна популяция, как-то подозрительно две смешалок с разным ВПП. И при этом там есть как раз и такие как бы вот эти самые протосапиенсы, и строгал, говоря, не все вместе, тем не менее, прото-неандертальцы. И очевидно становится, что то, что описывалось как вот эти прееменно протосапиенсы, это просто индивидуальный вариант изменчивости предков неандертальцев. Потому что, как в любой группе, были более массивные, менее массивные, бордастые, не бордастые, не бордастые, не бордастые. И просто до сих пор наиболее мелкие индивиды описывались как прееменность. А тут мы видим, что нет, это просто более мелкие индивиды. И относительно того, что это просто очень показательно, потому что там есть практически аналоги, скажем, человека из Арагу, это вот такой голова, очень похожие на Тетравон, например, внизу череп, он такой небезопределенный, но он похож, в общем и целом. Есть очень похожий на Штенгейма практически один в один. Штенгейм, череп из Германии, как раз он был предсапиенс, атипичный неандерталец. здесь есть практически один в один такой же. И теперь видно, что это просто женщины, мужчины, просто крупные мелкие. И в настоящее время, ну в принципе не для этого это было, но в настоящее время совсем заговорочно, коллекция Симон ОСС выходит прямо совсем, совсем на первый план во всей Европе. То есть круче, ну трудно представить, что он хочет найти, но если только совсем полные скелеты будут лежать собранные. Ну вот, потому что за десяток целых черепов, ну хоть и склеили кусочек, но хорошо склеили, чтобы все сходилось. Значит, дальше неандертальцев. Совсем новых неандертальцев, чтобы найдено, не было. Был описан воров всяких обмылков и зубов из старых еще находок. Но, опять же, не новая находка, но новое воззрение на нее. Это кусок черепа из барельяка или барельяка, там вот это ели, производство по-разному, но не суть. Во Франции, с датировкой хорошо определенной 56 десятых тысяч назад. Сам кусочек морфологический не особо о чем говорит, непонятное дело, то есть это кусок свода огранили с лобной правой центром костей. Но, когда Павел патологи смотрели, на нее обнаружили следы внутреннего лобного гиперостоза. А внутренний лобный гиперостоз это замечательное заболевание, которое достаточно хорошо видно на черепах и свидетельствует о гормональном нарушении. для современной клиники лобный гиперостоз обнаружен практически только у женщин. И, по-моему, исключений нет, или они супер, мега, крайне редкие, но, насколько я смотрел литературу, вроде бы сейчас у мужчин не наблюдается. А в ископаемом виде наблюдается, что характерно как раз у неандертальцев. У мужчин и неандертальцев, у женщин тоже, из Литина, например, из других мест такие находки есть. Ни одна, ни две, но, учитывая, что неандертальцев найдено очень, конечно, много, но именно на тех местах, где лобный гиперостоз может быть, не скажешь, что прямо за предельно много. И получается, что процент этого лобного гиперостоза у неандертальцев на самом деле очень-очень большой. А смысл вообще этой болезни заключается в том, что гормональный статус оказывается как бы не своего пола. То есть, если это женщина, то у нее избыток мусульмовых гормонов, если это мужчина, то избыток женских, соответственно. Вот. И внешне это выражается в том, что если это женщина, то у нее начинает расти там борода псы, у нее становится грипп и грудный голос, у нее мускулатура больше растет, плеч широкий, становится жиротложение по мужскому типу на верхней части тела. И что замечательно, ну как бы не для этой женщины, замечательно, а для антропологов, то, что у нее с большой вероятностью будут проблемы с вынашиванием детей, с родами, с выделением молока уже после родов и так далее. Вот. То есть, репродуктивные функции, все у нее страдают в полной программе. Если же это мужчина, то, наоборот, у него из-за избытия женских гормонов в обратную сторону все происходит. То есть, у него будет более тонкий голос, у него будет больше жиротложения по женскому типу, то есть, нижней части тела, у него может быть пониженная мускулатура, менее развитая, ну и поведение не такое агрессивное, не такое напористое, как положено быть у мужчин. И, соответственно, поскольку у нее андертальца, вот этот гормональный фонд у него по всему был какой-то такой перекосяченный, и самое главное, что он был перекосяченный именно для женщин, это как бы еще один довод, поскольку поможет почему вымерли андертальца. Уже там десятилетие, сто лет даже, идет дискуссия куда же они делись, почему же они исчезли. Получается, что если у неандертальцев были вот эти проблемы гормональные, для мужчин, в принципе, это не так важно, а для женщин это важно, потому что получается, что количество успешных родов у них наверняка было ниже, чем у сапицы, потому что хуже получалось у наших детей. В принципе, это было известно и до, и без вот этого лобного гипростоза мореняка, и Хрисантова Елена Николаевна еще там 20 лет назад даже больше написала кучу статей про гормональные статусы андертальцев, где на основе, ну кстати, про данные по лобному гипростозу она тоже учитывала, но в основном по данным просто по строительной кости собой, она показала, что лобный андертальцев и мужчин и женщин был характерен гормональный статус в повышенном содержании густих половых гормонов. Большое количество андрогенов, соответственно, гиперразвитие скелета, мускулатуры, а как повышенный эффект, соответственно, ухудшение репродуктивной деятельности женщин и в крайнем варианте лобный гипростоз вычисляет. Вот. И вот эти данные по варианту оказываются прямо вот в строку. Причем, понятное дело, те, кто описал эту находку про христиансов, видимо, ничего не знают, они, конечно, не сослались, но, как бы, они не знают, а мы-то знаем, что приятно всегда. И получается, что неандертальцы могли выглядеть просто в силу своей вот этой вот гипермужскости, как бы, гипермускулитности. То есть тысячи лет, в принципе, это, ну так, незапредельно мешало. Будучи хищниками, им и не надо было быть особо какими-то там водовитыми, на самом деле, потому что, иначе бы они всех животных вокруг съели. И десятками тысячелетий все хорошо работало. То есть у них приплод был, как бы, небольшой, да, но стабильная численность, хорошая выживаемость, они были здоровенные, значит, пускулисты, маму там заховы таскали, все было здорово. Но в тот момент, когда из Африки пришли сапиенсы, все стало печально, потому что система поломалась, потому что сапиенсы, даже если они не превосходили неандертальцев ни по каким другим показателям, а они превосходили, конечно же, они уже сапиенсы должны превосходить. Поэтому они превосходили. Но даже без этого они уже вытеснили бы неандертальцев. Потому что если плодовительность сапиенсов была хотя бы чуть-чуть больше, то там за пять тысяч лет, а это можете посчитать сколько поколений, короче, чем у нас сейчас. Получается, что просто плодясь быстрее они бы неандертальцев вытеснили. И неандертальцы, если тем более смешивались с сапиенсами, они бы сапиенсы просто растворились. Ну, как сейчас индейцы в Северной Америке растворяются в других американцах. То же самое. И так вот получилось. Но опять же в 2014 году про неандертальцев еще одна была новость про их диету. Ну, собственно, диета неандертальцев обсуждается уже много, много времени, и много лет все более усиливалось мнение неандертальцев как этих супер-мега-хищников, которые ничего кроме мяса вообще не ели. И получалось, что они были хищнее, чем медведи, волки, иены, и даже песчатые львы. Потом пошли статьи, что нет, все-таки они растения ели, потому что, дескать, на зубном камне у них следы фитолитов от фиников даже, каких-то кувшинок, каши из овса вареных. Причем потом выяснилось в элисидроне, что они ели ромашские тысячелистники, там про медицину много говорилось, и в 2014 году, еще до этого. а в 2014 году, такая супер-мега-новация в паранатропологии, было изучение капролитов. Я не стал это с вами представлять, потому что это не самая красивая картинка была. Тем не менее, были изучены капролиты, и какие-то маньяки, видимо, разработали какой-то там сверхметод химического анализа диандертальцы по, соответственно, этим окаменевшим останкам, понять, чего они там ели. Сравнивалось это с кучей разных животных, и получилось, что эти диандертальцы использовали в пищу растениях довольно активно. Ну, в принципе, это такая сенсация, только в масштабе от предыдущего такого напитания частости диандертальцев. То есть, учитывая, что эти диандертальцы были крематами, не странно, если бы они растения не ели вообще. Потому что даже какие-то долгопяты, которые 90% хищные, все равно что-то такое растительное едят. Ну, если уж возьмем хищных животных, даже хорьки какие-нибудь, или то какие-то растения едят. А что для инидертальцев как приматов, это, в общем, было бы не странно. Единственное, что их ограничило питание растениями, на самом деле, наличие самих растений. Потому что, если они жили в предельниковых условиях, ну, не то, что прямо на самом леднике, ясно делали дожди на краю, но все-таки, где не шибко много плодов, то чего они могли вообще есть, не так богатые растениями. Но в ближневосточном было проще, там много чего росло, финики в том числе. Ну, и здесь какие-то зваки, кушинки, еще что-то такое было. Ну, и да, вот они их тоже ели. Слава богу. Вот. И пока пролитом это тоже выяснилось, это приятно. Значит, для сапиенсов. Для сапиенсов выяснилось, обнаружилось несколько очередных древнейших сапиенсов. На самом деле, это каждый год, и даже по одному разу, бывает открытие еще более древнейших сапиенсов. Ну вот. И 2014 год был не исключением. Ну, что приятно нам должно быть, что теперь этот древнейший сапиенс перекочевал на островую. То есть, он побывал уже в Англии. Ну, Африка, как бы, она так остается, естественно, но вне Африки была, был Галимонтан, была Англия, Франция, Германия, и какая угодно еще другая страна. То есть, каждый норовит у себя древнейшего, и теперь вот он оказался у нас. Костя Дутешима, на самом деле, была найдена не в 14-м году, а раньше, но статья о нем была публикована, он наконец-то, нормально и сейчас. То есть, релизы были и до этого, но вот так в плане, что, да, вот, подошли. А теперь мало того, что была описана сама Костя, причем, ну, морфология, конечно, вообще, справа говоря, не была описана, потому что про морфологию там буквально абзац. Ну вот, что даже печально, потому что она достойна более нормального описания, потому что морфология уже сама по себе говорит вам, что это сапиенс. Мы видим оздоровенный белясер на задней стороне, такой вот костяной гребень, который совершенно не характерен для неандертальца. Неандертальца такого никогда не было, а на самом деле это самая характерная вещь. Изгиб диаметрица умеренный, опять же, это совершенно не неандертальская черта, а совершенно сопиентная. И сечение подвергательное, отношение перед заднего диаметра и широкого диаметра здесь, не сказать, что правило совсем-совсем сапиентное, но, что интересно, более-менее промежуточное между неандертальскими назначениями и сапиентным. Что даже в статье очень-то отмечено, но как-то вскользко это упомянуто, потому что описали, то есть это диаметрица и диаметрица и диаметрица и диаметрица и диаметрица и диаметрица была сравнена со всеми, только можно. То есть со всеми популяциями и какой-то новой идеей популастными и Азией и Африкой и с кем угодно. Другое дело, что группировка конкретных популяций по вот этим географическим областям, на мой личный взгляд, это очень странно, то есть видно, что генетики этнографию, этнологию, генез и географию не шибко знают, то есть у них, например, Иран и Турция, они как-то местами поменялись почему-то, географически, ну, как-то судя по их данным, но этим не видно. Получилось замечательным образом, что вот этот сам мусти-шип, он самый такой недифференцированный сапиенс, древнейший для всех, кого только можно, ну, и, по-главному, на Японской области, он оказался, по сути, предковым для вообще сапиенсов в принципе, вне африканских, то есть, конечно, африкансы сами по себе, но в особенности для азии. Но, как видите, вот там, фиолетовый такой кружочек, он с ней как бы посередке держит все, то есть, Африка, она в одежде с хвостом вылетает в руку, она сама по себе, а для неафрики, он где-то, как бы, более-менее в серединке, немножко в сторонке, где же гафа не может быть, то есть, если ту же самую картинку рисовать в виде диндрограммы, то он получится где-то в основании, и от него будет много-много всяких веточек в другие места. И другой вывод замечательный из-за следования густешинской генетики был то, что вклад неандертальский в густешинский геном, он больше, чем вклад неандертальский в современный геном. Что приятно, потому что это как бы логично, если у него датировка 45 тысяч лет, она достаточно надежная датировка, то он намного ближе ко времени смешения с неандертальцами, чем к нам, на самом деле. И учитывая, что с того времени неандертальство, в общем-то, особо уже не примешивалось, то есть, недолго или немного, то неандертальская примесь, она и логично должна постепенно уменьшаться, а постепенно увеличиваться. И всегда приятно, когда теория происходит с практикой, то есть оно, как бы, это само по себе достижение, потому что могло бы и не сойтись, на самом деле, оно не обязано бы сойтись, а оно сошлось. Значит, предыдущее предположение выверли. И из сходства и различий, соответственно, с неандертальцами пересчитаны цифры метисации с неандертальцами, потому что, и это уже греет меня лично, потому что до сих пор получалось, что смешение, ну, по генетикам, получалось, что смешение с неандертальцами происходило больше ста тысяч лет назад, назывались цифры 90, 120, там, еще больше тысяч лет, вот, а по антропологии, как таковой, получалось, что, на самом деле, порядка 30 тысяч лет, ну, по моим личным данным, когда я по черепам это вижу, я вижу, что смешение было порядка 30 тысяч лет, вот, а у стишин показывает, что смешение было порядка 50 тысяч лет, то есть, конечно, с моим иандертальцами тоже бесходится, вот, но, по крайней мере, ближе к моим, чем первоначально к генетическим, вот, причем особенно меня радует, что это делались те же самые генетики, что и предыдущие оцепки, вот, то есть они, вот, это смешение с неандертальцами все время снижают сторону нас, снижают с нами, вот, ну, и, как бы, я тут вижу просто по черепам, и, мне кажется, это более логично вытушает, если неандертальцы последние исчезли 28 тысяч лет, вот, и они смешивались, там, больше ста тысяч лет, да, а что им мешало смешивать, собственно, потом, после ста, а что они делали все вот эти оставшиеся 80 тысяч лет, ну, вот, и не исключено, что, если будет сделано больше анализа ДНК для первых сайтыенсов, то эта цифра спустится из 50 еще и ближе там, вот, и тогда совсем уже с этапологией сойдется, и будет совсем хорошо, ну, до этого еще пока не дошло, но здесь она и не могла ниже спуститься, потому что здесь сама анализировка 45 тысяч лет, вот, а когда будут проанализированы и сайтыенсы, и последние динертальцы, у нас анализировка порядка 30 тысяч лет, он может быть и спустится. Ну, и, в принципе, близкие результаты были получены из анализа генома человека с Маркетной горы, или Костенок-14, знаете, ну, еще давным-давно, в 65-м, что ли, году, в Воронежской области, не вид весьма примечательный по массе особенностей, по морфологии, главным образом, тем, что он резко выделяется из всех херпопалеологических людей своей такой откровенной экваториальности. То есть по всем технологическим признакам, где только есть, он экваториал, причем такой хороший, выраженный экваториал, у него экрактитизм, у него широкий нос, у него низкие широкие гвоздницы, у него череп такой маленький, длинный, вытянутый, скулы развернутые вперед, пропорции конечностей экваториальной, то есть вот все, что можно, и даже еще и череп, который хорошо прокрашивает в темный цвет, потому что совсем не черный. И, соответственно, было интересно, насколько это творится генетически, но тут вот получился провал с точки зрения Совета, потому что это не подтвердил генетически, зато, по-своему, красивая и интересная картинка рисовалась. Этот самый костерок ГС, вот на графике разными синтами, нарисованы разные группы монет. Опять же, здесь географическое распределение групп какое-то очень странное и загадочное, на самом деле, и как-то криво это сделано, но для первого раса идет. Поэтому любопытно получается, что вот этот костерок ГС-14 получается такой усредненный тип по всей георазии, на самом деле. То есть у него вот желтенькая полосочка – это Европа, строго говоря, упрощенно. То есть хэгбио – это охотники-собиратели Европы, я имею в виду. Короче говоря, древние европейцы. Если посмотреть всех других, там всего, ну так, более-менее-менее множество есть. То есть европейцев как бы всего больше, где-то тридцать от всего, а других так, чуть-чуть того-сего. Это можно интерпретировать несколькими способами. Значит, один из способов – тот, что он, собственно, приятный к европейцам. Другой способ – тот, что он, в принципе, выглядит, строго говоря, кого угодно. Потому что с датировкой по 40 тысяч лет, за эти 40 тысяч лет генный дрейф мог усилить, строго говоря, любую вот эту цветную полосочку любого размера. И то, что потом, вот то, что там написано в МФГ – это мезолит, значит, увеличивается количество вот этих желтых полосочек почти до 100%. Это, ну, просто нигде не эффект основателя, дрейфа генов, что-то такого, бутылочного борошка, который между верхним полиолитом и мезолитом произошел. Но костюмские вот эти орудия, которые найдены вместе стрелецкой культуры с Маркиной горой, и похожие всякие орудия, они есть не только в Воронежской области, на самом деле. Они есть по всей Европе, а другие культуры, найденные костюмские гальтийские, например, культуры, она распределена гораздо шире, она есть, допустим, в Сунгире, и очень похожие есть около Байкала, на самом деле. То есть в то время границ, слава богу, не было, им никто не вышел шляться за нас вперед, перетаскают ДНК культуры туда-сюда, и поэтому и сам вот этот вот товарищ с Маркиной горы, и всякие его родственники и другие из костенок могли быть основой в том числе и азиатских популяций, где, соответственно, какая-нибудь там Сибирия, да, от голубей, которая у него была совсем маленькая, Мангваз, соответственно, расширился в какой угол. Но в Европе в какой-то момент в мезолиту сохранились только гербли, эти желтки, значит, европейские. А потом в геолите, как видите, невероятно возрастают значения, потому что Middle East, это, как в самой статье, это фермеры с Ближнего Востока, то есть это земледельцы первые, ближневосточные, которые пришли с Ближнего Востока со своим земледельческим укладом, с производящим хозяйством, и не то, что приобретели, да, то нет, там, половину далеки в Европу дали в итоге. Ну, причем в разных частях Европы это не одинаково, на самом деле, было. В Южной области там до 90% этих генов, в Северной – 10%, ну, где-то так, плюс половина получается, если так округляет. Ну, это конкретно не элитические находки, а более позднее там угло еще и усилилось. А эпатриальные особенности «Человеков с Маркиной горы», они, в общем, генетическое основное не имеют никакого рода, потому что то, что должно, по идее, быть океаническое, да, океальный серый цвет, он там чуть ли не самый маленький, на самом деле, оказывается, но меньше всего только Америка. Ну, из Северича, может, чуть поменьше, но там, в пределах погрешности. При том, что, конечно, стоит помнить, что вот эти разделения географических генов – это тоже, конечно, условность. То есть, какие-то отдельные нуклеативные замены, тысяча нуклеатив. Но, тем не менее. И получается, что с акеаницами он родства какого-то вроде бы не особо и имеет. Ну, что, с другой стороны, ему что-то непонятно, потому что, что бы ему и иметь, потому что где новая пинель, где воронежская область, да. Вот. А морфологические аналоги, они найдены, на самом деле, в Африке. И в Африке есть такой череп из тазы таза. Ну, там датировка 16 тысяч лет. То есть, два раза моложе. И тоже понятно, что какой-то там ошибка прямой преемственности нет. Но, тем не менее, визуально там один по этим такой же череп, на самом деле. Вот. То есть, это говорит о том, что какие-то вот такие тропического склада популяции, они в Северной Африке и в Южной Европе, ну, где-то там сям вот обретаются. И пока мы не знаем, как генетика, собственно, отражается на морфологии, на внешнем виде, говорит о том, что вот, там, маленькое количество океанидистских, и поэтому и не океанидистских черт, мы, строго говоря, не можем. Потому что здесь, вообще-то, вот эта генетика, это, большей частью, не кодирующие замены. Которые вообще никак, конечно, не отражаются. А как кодируется широкий нос и, там, воплощенный стул, вообще, ну, это неизвестно, на самом деле. Вот. Поэтому, может быть, пара замен этих океанидистских, оно перевешивает все вот эти замены, остальные, там, европейские и прочие. Вот. Да, просто такой может быть. Так что, с такой, чисто математической точки зрения, генетической, в этом ничего океанидистского особо нет. Там не больше, чем геолога здесь присутствующих. Ну, там, не намного больше, по крайней мере. Вот. А, с точки зрения функциональной, может быть, такие и есть. Вот. Тем более, что, еще раньше опубликованная его метрориальная ДНК, принадлежит к геологруппе, которая с большой частотой распространяется на общественной земноморской полосе. В начале постулировать, что она часто встречается в Италии, например. Но, на самом деле, она очень часто встречается, где-то, в Индии. Ну, вот. Так что, судя по митохондриальной ДНК, он такой, в общем, вполне себе экваториал. Ну, и южанин, крайней мере. Так что, этот индивид продолжает быть особенным, уникальным. Ну, кстати, и древность у него такая очень маленькая, прямо скажем, у нас в трагедии, чуть ли не самый древний, кстати, получается, кроме вот Усть-Ишима, который очень больше. И было бы, конечно, очень здорово, если бы посмотрели ДНК у других костенковцев. Я думаю, еще сейчас к этому все и пойдет. Потому что, ну, здесь у нас самый древний, когда мы его смотрели. Но, если уж они добились на добролицы, а все эти останки в Питере применятся, то, я думаю, они все других костенковцев тоже посмотрят. Там довольно много этих останков. Не все, кстати говоря, описаны антропологически нормально, а те, которые описаны, описаны недавно. И переследовать еще многое расчувствовать алгоритм. Значит, примерно такую же датировку имеют рисунки на словесе в Марсе. Ну, даже чуть побольше датировка, но я просто посоветую, потому что там все генетика и генетика. Практически 40 тысяч лет, но это те самые древние рисунки, которые, вот, сейчас, вот это вот, отпечаток руки. А другие пятнышки, там есть поменьше датировки, вот там 35,4, 39,4 и так далее. Вот это великое достижение, такое, методическое, вообще, датировка рисунков на скальном, потому что это делать очень трудно, потому что материала там немного. Ну, можно, конечно, всю краску сковырять, как бы продатировать, а потом радоваться, что был рисунок очень древний, как бы мы его весь изделили и все-таки испарили. А теперь можно датировать по очень маленьким фрагментикам. И причем датируется, собственно, не краска, как таковая, а на цехе сталактитов. И, ну, не во всех случаях, но по возможности берутся образцы из-под рисунка и над рисунком. Потому что, как бы, вот они на некой сталактитовой горке нарисовали, но это затекло еще сверху. И у нас, получается, для каждой картиночки две цифры. Более древняя и более молодая. И понятно, что рисунок был сделан между. И если эти цифры для сталактита более-менее близки друг к другу, мы точно знаем, кто был сделан рисунок. Ну, и поэтому здесь, так вот, осторожно, не менее, а может быть и более на самом деле. Насколько более, тут можно фантазировать, сколько влезет, ну, вряд ли намного более на самом деле. Ну, там на пару тысяч запахов может быть. Потому что, конечно, сталактит тоже не моментально нарастает. Это, как вообще-то, калицитовая корка, сколько времени образуется. И до сих пор искальное искусство было известно практически только в Европе. Хотя, конечно, вот эти рисунки были известны вообще-то много раньше. Ну, как факт, что они там есть, в принципе. Но никто, даже страшно сидит, мог подумать, что одеты настолько древние. То есть, думали, ну, там была цена какой-нибудь. Тем более, изображена Бомируса. Ну, если Бомируса, ну, скорее всего, в общем, ну, смотри, больше никого похожего нет. Цена дикая с клыками. Отпечатки рук, они, в принципе, там, всех времен такие будут. Ну, и как бы, рисунки, рисунки. Вот оно получается, что они чуть ли не древнее, чем в Европе. В этой статье прямо так и написано, что они самые древние в мире. На самом деле, еще до этого были датировки для Европы более древних. Там, под 40 тысяч лет, там, где-то 40 древом и так далее. Вот. Но, если считать, что это не менее, можно ли они и правда самые древние? Ну, вот. И одновременно же это оказывается не самые древние даты заселения самого Сувовечья. Потому что до сих пор там орудия были древние, но не такой древности. 40 тысяч лет там никто не находил. А Сувовечья замечательная тем, что оно, вообще-то, находится на краю земли, и добраться туда на крайности нелегко. Рядом, вообще-то, лежит, ну, по-западнее, остров Талимонтан, где, еще раньше немного найден череп вне очередной древнейшей сапиенс, я даже сегодня уже упомянул, у него там датировка тоже 39-40 тысяч лет. Ну, там, некоторые, ну, 41 давали, там, если хитрые полипровать, ну, где-то в пределах 40. И Сувовесья находится восточнее. Вот. И уже на границе линии Уоллеса, как раз по ней проходит Сувовесья. То есть, еще дальше, это уже Меланесия, чуть южнее, там, уже Австралия. И хотя, в общем, было, как бы, логично, что если в Австралии, понятно, 40 тысяч лет люди появляются, ну, и даже больше 40, то, наверное, как бы, мимо Сувовесьев, наверное, не прошли. Вот. Но вот, как бы мало того, что не прошли, так еще и отпечат фрукты пошли. Так что это само по себе великое достижение людей. То есть, возвращаясь на родину и к генетике, генетика из Мальты, Афонтовой горы и Антипа в Монтане. Значит, в Сибири были продентированы заново и сделаны ДНК-анализы для ребенка из Мальты, которая цифра получила 24 тысячи лет назад, и для Афонтовой горы. У них, кстати, новые находки есть и в антропологии. Ну, вот здесь была ДНК выделена, там было наоже 17 тысяч лет назад. Ну, правда, в Мальте там хорошо ДНК выделилось, по Фонтовой горе хуже и, соответственно, данных меньше получилось. А чуть попозже был опубликован результат шифровки ДНК из кловецкого человека-бандита. Что замечательно, этот ребенок, замечает тоже ребенка, это чуть ли не единственная находка, привязанная к культуре Кловец. А культура Кловец – это такая знаковая культура для Северной Америки, поскольку она древнейшая, такая нормальная, адекватная культура в Северной Америке. То есть до Кловец в ней там были люди, но они какие-то такие, все время очень дневнятые были. То ли да, то ли нет, а Кловец, вот точно Кловец есть. Там такие хорошие, красивые конечки. И у меня они съедены вместе, потому что, собственно, расшифровка ДНК и тех и других про одно и то же, про заселение меди, на самом деле. Хотя Бальта находится в Иркутской области, Афонтового гора в Красноярском крае, но замечательно, что метафонариальное ДНК, относительно по группе У, которое обнаружено, с одной стороны, у древних современных европейцев, с другой стороны, у жителей северо-западной Сибири, то есть это немцы, кеты, селькупы, нуменосаны, и, с другой стороны, у части индейцев. В принципе, еще до этого было известно, что да, у индейцев, в общем, даже у доколокумбовых, есть вот эта Клокумба У, которая у европейцев тоже. Ну, когда вначале обнаружили, считали, что это примесь уже европейцы позднейше, потом оказалось, что у доколокумбовых есть, и непонятно было, как это объяснить. Предполагалось даже, что были отдельные миграции через Атлантический океан, так называемая Солютрейская гипотеза заселения Америки, которая вроде как еще подтверждалась двумя фактами, во-первых, сходством солютрейских наконечников европейских и пловинских наконечников американским, то есть они внешне, правда, очень похожи. И второй факт тот, что древнейшие пловинские наконечники, они обнаруживаются как раз на востоке, северо-востоке Северной Америки, то есть в том месте, куда как бы логично из Европы они могли приплыть, через Ирландию, Исландию, Ирландию, вот примерно как раз этот путь вырисовывается. Но вечно была проблема, потому что солютрей, европейская культура, она на несколько тысяч лет древнее, чем пловис американцев. И непонятно было, где они тусовались за несколько тысяч лет, то есть если они выплыли, скажем, 15 тысяч лет назад, а приплыли 12 с половиной, то где-то вот они должны были на время провести. А поскольку между Европой и Северной Америкой там собственно островов не так много, и Гренландия была покрыта ледником в этот момент, ну и там и сейчас-то неуютно, да, и подобно, и какая-нибудь Исландия тоже, как бы ничего такого древнего нет, то непонятно было, сколько они там гребли. А теперь все получается гораздо логичнее, потому что получается, что солютрия вообще ни при чем совершенно, а дело просто в том, что заселение Северной Америки шло несколькими волнами. То есть большая часть шла все-таки из-за Земли, это еще раньше было понятно, но сейчас, в общем, по генетике подтверждается. Какая-то часть, видимо, шла из каких-то критериальных областей, в большей вероятности, это тоже слово по себе интересное, но значительная часть шла как раз, ну там, может быть, до третьей, на самом деле, из Сибири, из Северной, и в том числе, может быть, и из Западной Сибири. Соответственно, те, которые пошли на восток через берегу пролив и влились в эту азиатскую всю группу, они стали предками индейцев, те, которые остались в Сибири, стали предками кетов, немцев и прочих народов Западной Сибири, а те, которые пошли на Запад, перемешались к европейцам. И, собственно, получается такое вот разбредание во все стороны, и приятно, что, опять же, у нас теория с практикой исходится. И данные о Антику, это с другой стороны, то есть уже со стороны Америки, тоже красиво подтверждают, потому что там другая группа, но она тоже обнаружена, значит, с одной стороны в Азии, у Ичи, это Дальний Восток, у китайцев, древние японцы, ну, которые, на самом деле, не совсем японцы, не важно, значит, индейцы уже американские, но где-то 3 бинома практически идентичны Бальтинке. То есть метхондриальная там другая, а ядерный бином такой же, как в Восточной Сибири. Ну, и, собственно, ядерный метхондриальный не обязан совпадать, поэтому они не совпадают. То есть эти две находки друг друга подтверждают, и показывают, что заселение Америки, оно было такое хитрое и спешное. Большое число из Азии, сколько-то, ну, может, треть, ну, может, меньше из Сибири, которое не, собственно, уголовное ДНК, ну, и сколько-то данных неущества. Также, по Америке, замечательные данные, которые у нас, кстати, на сайте никак не были отображены, к сожалению, в Америке, по Tocco de Sirroite das Mendez, сколько его испанский позволяет, я не знаю совершенно. То есть это практически данные только по датировкам. Публикация уже декабря месяца 2014 года, то есть это уже почти сейчас, в Бразилии, в Пещере, вот это название, значит, были продатированы слоиды, еще до этого были найдены останки трех погребений, трех скелетов детских, большей частью, ну, там, два детских, а один непонятно чей, и получились цифры от 21 до 29 тысяч лет назад. Это самые древние цифры для Америки, какие только до сих пор вообще были получены, из таких хорошо подтвержденных. Потому что были датировки более древние тоже, сделаны в свое время, и там 30 тысяч, и 40, и 200 тысяч лет, и больше миллионов, как он засчитал. Но чем дальше, тем оно все врулись и врулись получалось. А здесь цифры хорошие. И особенно приятно, что эти цифры подтверждены в нескольких лабораториях. Это всегда приятно, потому что часто бывает так, что дают какую-то огромную датировку, но это цифры из одной лаборатории. Там вопрос, то ли руки кривые, то ли они подогнали, то ли что-то там не так с дефекатами было, там масса всяких причин может быть. А здесь несколько независимых лабораторий по разным образцам, частично по одним и тем же образцам. Больше всего это сделано на эмале зуба оленя, который напрямую ассоциировался с скелетом человека. То есть это как бы из того же погребения зуб, из того же самого слоя, из-за места. Вот такие цифры получились. Но если это 29 тысяч лет, то это вообще классно. Потому что до сих пор такого достоверно не было. Ну и 21 остров, говорят, тоже не было. Потому что доселе совсем железно Америка была заселена 12,5 тысяч лет назад. Это вообще никто не сомневается. Но такие очень спорные датировки, они были порядка 14-15 тысяч лет назад. И самый древний, более-менее доказанный, был случай с Монте-Верди в Чили южном, ну южнее, чем в Бразилии, где слои, перекрытые грязью, ну я не знаю, какого-то, причем с большим количеством органики даже, были продатированы порядка 15 тысяч лет назад. Там была датировка более древняя, но не факт, что это связано с человеком. На самом деле это не очень достоверно. А какого цифры до сих пор не было. К великому сожалению, собственно, по антропологии ничего сказать там невозможно. Потому что, во-первых, оно не опубликовано, вообще никак. То есть вот эти вот серенькие пятнышки, которые ближе к окну, это, собственно, кости человека. Но, как видите, там мало чего сохранилось, и, собственно, и по описанию понятно, что там практически только руха. То есть там как-то следы костей больше, и морфологически они не описаны никак. Я подозреваю, что если сильно постараться что-то по ним можно все-таки сказать, но они не старались. Но сам факт, что люди уже там были, а это Бразилия, на всякий случай. То есть это значит, что через берег и в пролив, если они шли там, они должны были пройти сильно раньше, ну, чтобы до Бразилии вообще добрести. Хотя, в принципе, они могли это сделать очень быстро, потому что территория была пустая, людей не было, и расселяться никто не мешал, на самом деле. Но все-таки они по пути от берега до пролива до Бразилии должны были сменить целую кучу климатических зон, приспособиться к самым разным местом питаниям, условиям добычи пища, климата и так далее. И, наверное, это сегодня в одном порядке происходило. То есть если пришли какие-то охотники на Северном Алине, когда они окажутся на экваторе, ну, как бы, вдруг так произойти не могло, на самом деле. Получается, что надо найти еще там несколько тысяч лет, и получается, что, может быть, больше 30 тысяч лет уже в Америке были. Это великий подарок сторонникам раннего заселения Америки, которые всегда были, на самом деле, еще с 19 века, но они всегда были как бы в тени, где-то сбоку, и все над ними смехались, испугались, говорили, что это бред. А теперь вот они могут позырять, вот этот топ-кодессерой Тат-Мэнтос, уже изучил красиво. Ну, еще бы там найти скелеты, ну, было бы вообще здорово. Ну, Бразилия очень богата на такие находки. Это, конечно, сам нападаешься по цифрам, но там вообще десятки нахождений, довольно плохо изученных антропологически, я имею в виду, то есть скелеты-то есть, но они, действительно, поверхностные. И в Бразилии еще много чего интересного покажет, на самом деле. Ну, и последняя новость, мы уже совсем входим в современность, она, собственно, уже не относится напрямую, конечно, к антропогенезу, что касается современных людей, и относится скорее к расогенезу и расоведению. Но, по-своему, тоже это как бы эволюционная новость, потому что говорит о происхождении пигмеев. Пигмеи в Африке, замечательные такие люди, очень маленького роста, как на фотографии видно, собственно, которые населяют центральные, центрально-африканские леса, тропические, массой разрозненных групп, и десятки лет велись споры о том, сколько они все друг другу родственные. Потому что, с одной стороны, да, они все маленькие, они все охотники-собиратели, но, с другой стороны, как-то вроде бы между ними отличия есть западные, по-восточным. Проблема была в их плохой изученности, потому что по черепам вообще почти ничего не изучено, совсем немножко. По морфологии, там, не много чего можно вообще сказать, внешние, ну, как бы, да, маленькие. А генетика была, ну, тоже как-то не очень внятна. И теперь, в 2014 году, была опубликована такая хорошая, фундаментальная работа по генетике по наследованию маленького роста западных и восточных пигмеев. Собственно, в чем выражается работа гена, до сих пор никто и не понял, на самом деле. Но это не мешает посчитать корреляцию. Между определенными сочетаниями нуклеотидов и маленьким ростом. То есть это делается так. Берется, соответственно,ное количество пигмеев и одное количество их окружающих, ростников. И высчитывается, соответственно, в чем у них различие. То есть это сход, где различие. И, соответственно, математически вычисляются последовательности генов, даже не одного, а группы генов, которые отвечают за маленький рост. Ну и еще замечательно, что исследовались метисы между пигмеями и, собственно, окружающими не пигмеями. И закономерно было показано, что по этим генам, как бы ответственным за рост, есть корреляция. То есть у кого эти гены есть, те мелечат. Соответственно, у кого там какой-то альный другой, они крупнее. То есть эта корреляция по уменьшению роста и по альдельности тоже лично раз показывает эту связь под генов с ростом. Это было вычислено для, соответственно, восточных пигмеев, а потом мы это сравнили с тем, что есть для западных пигмеев бака из Камеруна, которые тоже живут в ухужении в воскоровскую группу. И оказалось, что у западных пигмеев вот этого гена, ответственного за низкорослость в восточных, вообще, в принципе, нет. То есть нет генистов, аллерг, совсем другие. И, видимо, наследование маленького роста у западных пигмеев происходит не так, как у восточных. Получается, что маленький рост возник независимо у восточных и западных. Это подозревалось много раз до этого, но четких доказательств этого не было до сих пор. А теперь есть, что приятно. И для рассоведения это замечательно, потому что позволяет разделить пигмейскую расу, или негритскую расу, или центральную африканскую расу на, как минимум, две расы. Но, учитывая, что здесь взяли две группы и нашли различия, я скажу, что если возьмут десять групп, то найдут десять различий, на самом деле. Потому что Африка, она вообще-то не маленькая, это очень континент, как на всякий случай. И центральная Африка тоже большая, леса густые, поэтому не исключено, что там вот это измельчение происходило и два, и десять, на сколько угодно рас, на самом деле. Хотя, с другой стороны, понятие расы – это вообще понятие, не сводящееся к одному гену и к одному признаку. Поэтому, на самом деле, то, что они различаются по гену, отвечающему за низкоростность, это необязательно и не сто процентов разносить разные расы, на самом деле. Потому что пигмеи, они отличаются не только низким ростом, на самом деле, и не только это их характеризует. И не такие уж они там запредельно все-таки маленькие, как это может показаться. Ну, вставляется все, конечно, красиво, но он стоит на метр дальше, вообще, на самом деле. И снят сверху. Но по другим генам они, в принципе, не так уж там запредельно различаются. То есть не надо никогда вот это все преувеличивать. Потому что некоторым представляется, что, ах, другой ген – это вообще-то другой вид. На самом деле все те же самые люди. И не то, что ли там ген какой-то другой, а олень другой, если корректно говорить. Но тем не менее. И, естественно, если в Африке, в одной центральной, и не на таком же там запредельном все-таки расстоянии, два раза войдет в низкоростность, то это лишний раз показывает, что просто-таки наверняка у пигмейских в других частях мира, то есть на Байсинге, на Антаманских островах, на Новой Глинея, уж тем более Ленисуэль или где-нибудь еще, на Филиппинах, на Малаке, пигмейский рост возникал уже подавлено независимым. Потому что много-много на эту тему рассуждений было, что когда-то была такая великая пигмейская раса, которая в Сурции здесь заселила, а теперь ее остатки там и все остаются. Но надо этим смеялись еще в сороковые годы, но теперь еще можно и такую генетическую карту шлепать, кто-то с толпа говорит, ага, а вот даже в Африке, то они одно и то же. И разнообразие человечества, можно сказать, увеличилось еще на одну расу. Одна разделилась на эту шкалу, и показывает, что человеческая пластичность, она велика, не все так плохо, как кажется, может быть еще и впереди появится еще новая замечательная раса. Так что на этом я обзор заканчиваю. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...